Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вода была включена. И все это текло на пол. Поэтому... Обрати внимание на руки. Они не сбиты, но припухшие. Это о чем говорит? О том, что перед смертью он с кем-то дрался. Да. Дрался он не на жизнь, а на смерть. Ребят, за телом уже приехали. Вы закончили? Да, мы закончили, можно забирать. Я пойду, мстач. Доброе утро. Можно? Присаживайся. Чай будешь? Нет, спасибо. А ну-ка, 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 ну-ка. Понятно. Личную жертву установили? Да. Войтович Григорий Осипович, 65-го года рождения. Сгоревшая квартира была на него зарегистрирована. Так, официально нигде не работал, а неофициально? По крайней мере, в наших базах он не проходит. Как минимум, последние лет 10. А что было 10 лет назад? В юности был перспективным спортсменом, а в 88-м году должен был войти в сборную по боксу. Да ты что? А что помешало? Получил травму, вылетел из спорта, но потом начались лихие 90-е. А сколько срока у него было? Два. Первый за разбой с причинением тяжких телесных, а второй за драку, но с оттягчающими обстоятельствами. Классика. Да. А потом все. Кристально чистая биография. Ты плохо искал. Смерть наступила в районе 3-4 часов ночи. А причина смерти? Удар по голове? Вероятнее всего. Но... Умер он не от самого удара, а от потери крови, так как удар был нанесен задолго до смерти. Насколько долго? Часа два, три. Может быть, четыре. Точнее скажу, после вскрытия, когда перешу одну загадку. Какую загадку? На руке у жертвы я обнаружила вагинальный эпителий. То есть ты хочешь сказать, что незадолго до смерти у него был сексуальный контакт? А вот это и есть загадка. Никаких других следов на его теле я не обнаружила. Да. Хорошо. Ну а одежда? Сейчас занимаюсь. Обнаружила пару пятен. Думаю, уже можно посмотреть. Посмотри, посмотри. Ну, а что ты мне скажешь по орудию убийства? Эти раны на лице? Раны на лице и на голове нанесены разными предметами. А какими именно? Просечение он получил чем-то вроде кастета, а вот рану на голове нанесли чем-то тяжелым. Округлая форма, с ребром. Есть предположение? Похоже на бутылку из-под шампанского. Шампанское? Интересно. Бутылка шампанского, следы на руке. Похоже, у него было свидание. Неудачное свидание. Анализы показали, что на его одежде кровь с частицами слизи. Это кровь из носа. Это принадлежит нашей жертве? Нет, кровь не его. Второе пятно содержит желчь, желудочный сок, кровь. Это рвотная масса. И что, больше ничего? Ничего. Я думаю, он лежал и истекал кровью тут. Видишь, пятна крови видны. Да. Камера наблюдения. Направлена сюда. Интересно, зачем он тут наблюдал? Посмотрим. Опа! Ну и что тут у нас? Пятый класс защиты от взлома. Самый высокий уровень защиты от пожара. Два замка. Интересно, что он здесь спрятал? Ну, а кровь, что знаешь. Хорошо. Я пока займусь сейфом, а ты найди, куда он записывал видео с камеры наблюдения. Тогда, может быть, найдем ответы на многие наши вопросы. А у тебя их много? Да уж немало. И самое главное, каким образом убитый добрался до ванны. Его туда довели или он сам туда дошел? Слушай, ну, серьезно, меня на самом деле здесь очень смущает одна странность. Какая? Это помещение не похоже на квартиру. Я имею в виду, ну, на живую квартиру. Это да. Фронированная дверь, камеры наблюдения, сейф. Личных вещей нет. Это больше похоже на офис или на склад. Чем же он тут занимался? Готово. Вуаля. Кажется, я знаю, чем он здесь занимался. Да. Открытие показало, что Войтович умер от отравления угарным газом. В легких полно дыма и никакой воды. Так. Значит, нам понятно одно, что его не топили. Непонятно, как он только там оказался. Сам пришел или его туда притащили. Еще мы знаем о том, что Войтович перед смертью дрался. Верно. Рассечение на лице он получил от кастета. А травма головы от бутылки. В квартире не было обнаружено ничего, чтобы было похоже на орудие убийства. Следовательно, что? Его оттуда забрали. Между дракой и пожаром прошло несколько часов. Это может означать, что человек, который дрался с Войтовичем и тот, который устроил пожар, не обязательно одно и то же лицо. Но обвинение мы можем выдвинуть только тому, кто устроил пожар в квартире. Да, так понимаю, это не единственная загадка в этом деле. Ты прав. На руке жертвы я обнаружила вагинальный эпителий, но никаких других следов сексуального контакта нет ни на одежде, ни на теле. Странно. Более чем. Я так понимаю, есть еще и третья загадка? В сейфе в квартире убитого найдено огромное количество золотых украшений, но и других ценностей. А вот эти ценности и украшения проходят по другим делам о кражах. Получается, наш герой был скульщиком и торговцем правильным? Ломбарчик, значит. Ломбарчик. А еще этот ломбарчик в сейфе у себя хранил наркотики. Значит, он был еще и наркоторговцем. Видеозаписи с камер наблюдения нашли? Нет. Преступник забрал жесткий диск с собой. Столько мер безопасности, и все бессмысленно. Как же преступники попали к нему в офис? Вот это и есть главный вопрос. Или он их сам пустил, или же... Или у преступников был ключ. Следов взлома на двери не было. Это однозначно круг своих или близких. Что мы знаем о моем окружении? Пока ничего. Ладно, давайте зайдем с другого фланга. Если в этой квартире он работал, то где и с кем он жил? Пока я нашел только один подходящий вариант. По нему зарегистрирован Войтович Сергей Григорьевич. Сын. По отчеству похоже. Ну вот с него надо начать. Строго вслушаю. Да, сейчас буду. Держите меня в курсе. Че это у тебя по глазам? Синяк. За компьютером заснул и об клавиатуру ударился, что ли? Нет. Это в спарринге. Блок не поставил и... Ты в каком еще спарринге? В секцию я записался одну. Ух ты, молодец. Я-то думал, ты только на компьютере умеешь. Да какой же молодец, если у него синяк? Ничего. Шрамы украшают мужчину. Зайдешь ко мне, я покажу тебе пару приемов. Во. Кто это у вас так? На тренировке пропустил пару ударов. Бывает. Бокс. По стопам отца. Да, но мне до него еще далеко. Он мог стать чемпионом. Да, это правда. Мог. Но. Ладно, давайте поговорим о деле. Когда вы последний раз видели отца? Вчера утром. Он собирался в офис, я в институт, как всегда. Офис это квартира на улице строителей? Ну да. А вы знали, чем занимался ваш отец? Что он скупал краденое? Знал. А про торговлю наркотиками знали? Наркотиками? Нет. Отец ненавидел Нариков наркоту. Хотя, черт его знает. Он не особо посвящал мне свои дела. А вы были часто в его офисе? Редко. Он этого не любил. Когда в последний раз? Пару дней назад. Был рядом, решил зайти. Скажите, а отец часто отсутствовал ночами дома? Бывало, если ему надо. То есть, когда он не пришел ночью домой, вас это не взволновало? Нет. Это нормально. А в офисе он работал один? Последнее время один, но раньше у него был напарник. Толя Гришин. Отец его вроде бы как уволил. Знаете за что? Нет, он не обсуждал со мной такие вещи. Я просто слышал телефонный разговор. Отец Толика откровенно послал. Скажите, а у вашего отца была женщина? Вроде бы нет. Но даже если бы была, он бы вряд ли мне об этом рассказал. О чем же вы общались? Какие-то темы у вас же были? Да, в основном о боксе, о моих тренировках. А что? Да, вероятно, полагал он на вас очень большие надежды. Думаю, на этом мы можем наш разговор окончить. Я могу идти? Да, только сначала наш эксперт возьмет у вас отпечатки пальцев и генетический материал. Что-то беспокоит? Нет. Бокси пропустил пару ударов. Да, бывает. Присаживайся. Хотел тебя спросить, что ты думаешь об этом парне? Сложилось у меня такое впечатление, будто у него комплект перед отцом. Какое-то чувство вины. Как будто бы он не оправдал его надежды. Ну да, Бойтович в его годы был уже восходящей звездой бокса с большим перспективом. Ну вот, а у парнишки-то какие достижения? На, глянь-ка, черных нарыл. Ситуация такая, что у парня в четыре года умерла мать от передозировки. Бойтович в это время находился в тюрьме, но парня забрали в приют. Бойтович вышел из тюрьмы и забрал сына к себе. Восемь лет. Ну да, а через год он участвовал в детских соревнованиях. И это была его первая и единственная победа. Что у тебя? Я сравнила образец крови Сергея Войтовича с кровью на одежде жертвы. Они не совпадают. Понятно. Ну что ж, займемся тогда напарником Войтовича. Я думаю, что у него были и ключи от сгоревшего офиса, и мотив. Работаем. Вы Анатолий Гришин? Ну типа я. А чё? Не могли бы отвлечься на пару минут? Есть разговор. Отойдём? Ну хорошо. Я сейчас только типа у начальника отпрошусь. Я сейчас вернусь, а вы типа тут подождите. У меня не очень хорошее предчувствие. Думаешь сбежать? Ну типа да. Да. А где второй выход из клана? Там ещё один из. Я надеюсь, вы надолго отпросились в начальство, а вам придётся проехать с нами. Ну и за что? Я ничего не сделал. Беги-то не моё. Вот так бы и сразу. Ну вы сами виноваты. Зачем же вы? Убегали от наших сотрудников. А типа я сразу понял, что это ваши сотрудники. А разве у вас проблемы? Типа нет. Хорошо. Тогда я спрошу прямо. Где вы получили травмы? Вот это. Мелкие недоразумения. И всё же. Ну. Ну ночью. Типа по тёмному переулку. Я иду такой, подваливают двое. Закурить есть? Ну да-да-да. Прямо хрестоматийная ситуация. Чё? Очень интересно, но мало похоже на правду. Это типа я гоню. Мы нашли вашу кровь на одежде мёртвого Войтовича. И отпечатки ваших пальцев на пакете с наркотиками. Да какие ещё наркотики? Надевайся. Я расскажу. Я всё расскажу. Но только я его не убивал. Я готов вас слушать. Но только правду. Короче, дело было так. Войтович узнал, что я барыжу наркотой с офиса. Меня турнул. А наркоту себе забрал. Так, и закрыл её у себя в сейфе. Ага. Ну и после этого наркотой начали интересоваться серьёзные пацаны. Говорят, или бабло возвращай, или товар. Хорошо. Так, и вы решили забрать свои наркотики у Войтовича в сейфе. Типа того. Дождался, значит, когда его не будет в офисе. Зашёл. В котором часу это было? Двенадцать. Плюс-минус. Хорошо, продолжайте. Ну, типа захожу в офис. Зашли в офис? У вас были ключи? Ну, дубликат. Войтович не знал об этом, естественно. Но, но. Дверь-то была открыта? Дверь была открыта? Угу. Ну, я постучался сначала. Потом, типа, зову. Ну, типа, в гости зашёл. Тишина. А где был Войтович? Ну, я об него споткнулся, когда заходил. На полу он лежал. Мёртвый? Ну, я не знаю. Я не проверял. Я испугался. И, типа, чукнул. От греха подальше. Хорошо, но как же ваша кровь попала на одежду Войтовича? Ну, я когда заходил, я споткнулся и носом ударился. Ну, типа, кровь с носа пошла. А уходя, дверь за собой закрыли? Да. Ну, не до этого уже совсем было. Ну, что ж. Расскажите мне об этих людях, которые интересовались наркотиками. Им же наверняка не понравилось, что Войтович забрал их товары. Угу. А очень не понравилось. Пацаны серьёзно. Убить могут за такое. Кстати, может, и Войтовича, а не того. Вы знаете их имена? Ну, типа, мне положена какая-то защита. Ну, меня же тоже могут. Я обслуживаю этот вопрос со своим начальством. Имена. Ну, имён я не знаю. Ну, типа, у их главного кличка Штырь. Ну, я могу показать, где их, типа, искать. Мы знаем, что Войтович не торговал наркотиками. Что ещё? В одиннадцать кто-то бьёт его по голове, он отключается и истекает кровью. А в двенадцать в офис приходит Гришин. Войтович в это время лежит без сознания на полу. Гришин видит это, думает, что Войтович мёртв и убегает. А в два сорок кто-то устраивает пожар в офисе. Возможно, это тот, кто ударил его по голове, вернулся для того, чтобы жрать следы преступления. По логике вещей, да. Да. Но перед этим он берёт и заносит Войтовича в ванную. Может быть, Войтович туда сам дошёл. Дошёл сам. Может быть, и дошёл сам. Но я бы на его месте. Пошёл бы не в ванную, а в дверь. Кстати, насчёт двери. Когда пришёл Гришин, дверь была не заперта. Это значит, что преступник убегает, дверь не запирал. Это раз. Ну, а когда был пожар, дверь была заперта. И пожарные заливали огонь через окна. Это два. Да, как раз об этом хотел сказать. И Гришин тоже уходя, дверь не запер. Её закрыл тот, кто сделал поджог. Чтобы Войтович не сбежал. Штырь. Здравствуйте. Вот вы сидите, сидите. Всё в порядке. Пацаны, шухер! Ну, зачем? Вот это было лишнее. Всем оставаться на мяс... Да, понятно. Меня интересует Николай Штырёв. Штырь где? Вот он. А что с ним? А? Что с ним, спрашиваю? Под кайфом он. Ещё часа три будет. Очень хорошо, значит, спокойно доедем. Я его забираю. Эээ! А мы чё... Чё мы? Вам сейчас всё объяснят. Вы, главное, не нервничать. Сэр, встань, призом к стене, руки на стену. Люди, вы как всегда, вовремя. Молодцы. Эээ! Да, нет, я, конечно, все видал, но в таком состоянии даже я не могу его допросить. Можешь его привести в чувство? Да, но на это потребуется время. Сначала нужно определить, что именно он принял, а потом уже проводить интоксикацию. Ну вот, отлично. Заодно проверишь его одежду на следы крови и отпечатки пальцев пробей. Кстати, вот это было бы у него в кармане. Хорошо. А это еще что такое? Ты что, опять сходил в эту свою секцию? Да нет. Нет. Это мы с Толстыновым спарринг устроили. Да? Увлекся, перестарался. Не смей, слышишь? Не смей его больше ничему учить. Ты здоровый мужик, а он... В общем, никаких спаррингов. Брось ты эту свою секцию. Скажи, пожалуйста, вот тогда в допросной ты хотела сказать, что я слабак, да? С чего ты взял? Я хотела сказать, что Толстынов профессионал, а... Моя любитель аматора. Ты тоже профессионал. Но в своей области одна твоя голова стоит тысячи кулаков. Хорошо. Как мужчина, я... Извини. Алло. Шеф, на одежде и костете Штыря. Кровь Войтовича. Отпечатки? Да, его отпечатки тоже есть на месте преступления. Хорошо. Как только Штырь придет в себя, срочно на допрос. К утру я приведу его в чувство. Вы как себя чувствуете? Странно. Чем это ваша ведьма меня обколола. Скажите, вам знаком вот этот человек? Ломбарчик. Его убили. Завалили уже. Кто-то даже раньше меня успел. Мы узнаем, кто пожил лапу правильный чел. То есть вы утверждаете, что не имеете отношения к убийству Войтовича? А что я не ясно выразился, неадекватно? Хорошо. Как же вы тогда объясните следы крови Войтовича на вашей одежде? И на костете. Отпечатки ваших пальцев на месте преступления. Ну, легко. Был я у него, морду ему набил. За что? Вещичка одна. Моя у него завалялась, много денег стоит, а отдавать он не хотел. Вот это? Ты хочешь меня на пон взять, чтобы я сам на себя распространение повесил? Ты о чем базар убил? Прожмурика. Вот давай с тем и не съезжай. Хорошо. Скажите мне, где вы были с одиннадцати до двух часов ночи? В КПЗ. Не мечтал, как я этого хмыря завалю. Как вы попали в КПЗ? Из Войтовича. Можешь проверить. Между ними была драка, но когда Штырев уходил, Войтович был еще жив. А у него альфа есть? Железная. Точнее даже сказать, железобетонная. В момент пожара и убийства Войтовича Штырев сидел в КПЗ. Да. А чего это вы с самого утра такие хмурые? Да у нас подозреваемые кончились. А у меня есть подозреваемый. Я провела анализ ДНК из рвотных масс. Это ДНК близкого родственника жертвы. Его сына? Да. Мы обнаружили вашу ДНК на одежде вашего отца. Можете объяснить, как она туда попала? Хорошо. Тогда давайте я расскажу. Когда вы его убили, вас стошнило от увиденного, правда? Я этого не делал. Потом вам стало мало. Нужно было уничтожить улики. Вы вернулись и подожгли офис. Я ничего не делал. Ваш отец был еще жив, когда горел офис. Он умер медленной и мучительной смертью. Вы все неправильно поняли. Вот, смотрите. Думаете, я на тренировке так вкалываю? Ну и откуда у вас это? От моего отца. Он меня избил и меня на него стошнило. За что же это он так избивает собственного сына? Да за все. Двойку получил, посуду не помыл. На соревнованиях проиграл. А в этот раз? Я хотел украсть деньги. И забрать свой паспорт из сейфа. Единственное, о чем я мечтаю в последние годы, так это сбежать. Он поймал вас на горячем. Да. Только не надо на меня так смотреть. Я знаю, это жалкое зрелище. Что было потом? Он приказал возвращаться домой и никуда не уходить. Вы послушали? А вы бы нет. Я не знаю, как бы я поступил. Это потому, что вас не избивал собственный отец. Каждый день. Слушай, никак не могу понять. С одной стороны, Войтович, заботливый отец. У ребенка есть все. Отдельная комната, свежий ремонт. Не знаю, компьютер, приставка. А с другой стороны, он получается просто деспот. Да. Вот это просто в голове не укладывается. Обычное поведение психопата. Да? Обычно они нормальные люди. Я бы сказал, даже обаятельные. Но когда их никто не видит, они превращаются в свою противоположность. Ужас какой. И еще, большинство серийных убийц, это психопатические личности. Господи, слава богу, наш хоть не маньяк. Кто его знает? Может быть, вы мне расскажете тоже, что нашли? В доме ничего нет. Слушай, что теперь будем делать? Я думаю, надо искать в машине. В машине? Ну, вон той, которая в гараже. Ты нормальный. Раньше не мог сказать. Ну, простите, вы не спрашивали. В машине Войтовича мы нашли жесткий диск, деньги, паспорт на имя Сергея Войтовича. Ну, и бутылку шампанского. Уверен, это та самая бутылка. Капитан займется ей позже. А сейчас хочу обратить ваше внимание на экран. Мне кажется, или у тебя появился еще один синяк под глазом. Ерунда. Ну, давай тогда, включай. Кино немое, но интересное. Я его немножко сократил, так что мы смотрим смонтированную версию. Похоже на курсы самообороны. Игорь. Перематываем. Так, ну, дальше понятно. Все, как Штырь говорил. Войтович его взял и сдал патрулью. Дальше смотрим. А здесь тоже все, как по словам Сергея. Дальше он поедет домой. Ну, не спеши с выводами. Мы еще не знаем, послушался ли он отца. Следующий эпизод. Он сейчас вернется с сюрпризом. Теперь понятно, откуда у него на руке вагинальные эпителии. Он ее хотел изнаселовать. Дальше смотрите. Сейчас это еще не конец. И финальный эпизод. Вот. Она забрала жесткий диск. Хорошо. Теперь мы знаем, кто его ударил, но до сих пор не знаем, кто устроил пожар. Я предлагаю начать поиски с девушки. Так, я сейчас программульную одну запущу, которая лица распознает. Ух ты. Это что-то маленькое, что ли? Да. Она мониторит все изображения в интернете, все сайты, соц. страницы, инстаграмы и сравнивает их с заданным фото. Круто. Так, есть. Есть. Я готов. Давай. Может, не надо? Ты чего, боишься? Да. Ладно, уговорил. А то и впрямь я что-то в кабинете засиделся. Давай, давай. Нас учили в секции, что сила не главное, а главное учитывать слабость противника. Да? А какие у меня слабости? Ну, ты такой медленный, неповоротливый, а я быстрый, меткий, четкий. О, есть. Я просто воспользовался твоей слабостью. Так нечестно. Я отвлекся. Извини, я не хотел, это случайно произошло. Раунд не засчитывается. Хорошо. Так, что там пищало? Где отсюда? Сработала программа. Она девушку нашла нашу. Сейчас посмотрим. Сергея девушка знакома, да? А имя ее есть? Сейчас запущу поиск. Нам как раз хватит времени на еще один нрав. Где я тебя побежу, победю. Как правильно? Извини, но у меня есть способ побыстрее. И правильно говорить, одолею. Да, еще один момент. Не сутулься. Где отсюда? Кто это, девушка? Это моя невеста, Ляля. Ух ты, невеста. Не рановато ли? Вы как мой отец, рановато, рановато. А если мы любим друг друга? Нам нужно с ней поговорить. Она ни в чем не виновата. Это он на нее напал. Так она вам рассказала? Да. Ну, вы что сделали, когда узнали? Зашел в офис, переступил через его труп, забрал паспорт, деньги и бутылку шампанского. И все это сложили в машину отца? Да. А потом вернулись и устроили поджог. Нет. А зачем мне это делать? Не знаю. Но я знаю другое. Что человек, который устроил поджог, стал убийцей вашего отца. Теперь вам нет смысла признаваться в поджоге? Я не поджигал. Спросите Лялю. Выключите это. У меня не было выбора. Вы сами все видели. Зачем вы к нему приходили? Хотела его убедить, что мы Сережи друг друга любим. Чтобы он разрешил нам пожениться. Он 17 лет. Ну, что за необходимость такая? Не понимаю. Я жду ребенка. Сережиного ребенка. Сергей знает? Да. Если мы с ним не поженимся, то мои родители заставят меня сделать аборт. Я не хочу терять этого малыша. Теперь что со мной будет? Я у меня теперь убийца. Успокойтесь. Вы не убивали Войтовича. Что? В данном случае вам можно предъявить только нанесение тяжких телесных повреждений. И то. Это меры необходимой самообороны. Боже, но как? Сережа ведь сказал, что его отец умер. Да, Войтович умер. Но умер он от угарного газа. Убийца тот, кто устроил поджог. Ну, я этого не делала, честное слово. Я только потом вернула, чтобы забрать жесткий диск. А как повел себя Сергей после того, как вы ему рассказали? Он злился. Говорил, что пойдет в офис? Да, он хотел забрать деньги, паспорт и бутылку. Я о ней не подумала. А вы что думаете, что это он поджог отца? Возможно. Я хочу сделать заявление. Это сделала я. Я подошла офис Войтович. Минуту. Есть новости. Осозналась девушка. Но мне кажется, она выгораживает Сергея. Она беременна. И защищает отца своего будущего малыша? Ну, там все немного сложнее. Если его посадят, то ее родители заставят Лялю сделать аборт. Ого. Прямо Рома Джулиетта. Да. Но мне кажется, я знаю, как остановить этот спектакль. Точная ставка? Да. Посмотрим, что запоет Сергей, когда узнает, что беременная Ляля взяла его вину на себя. Как там дальше у Шекспира? Нет повести печальнее на свете. Вы утверждаете, что поджог совершили вы. Да, это сделала я. Что? Нет. Это я сделал. Я устроил пожар. Давайте-ка все по порядку. После того, как Войтович на вас напал, вы пошли к Сереже? Сначала нет. Я боялась, что мне не поверят и вернулась за жестким диском. Так. Потом взяли полотенце, подожгли его и бросили, чтобы совершить пожар. Да, именно. Все таки было. Что ты такое говоришь? Так, не слушайте ее. Она все выдумала. Ну, тогда вы мне расскажите, как все было. Она пришла ко мне, я ее отправил домой. Сам пошел в офис, взял деньги, документы и бутылку. И подожгли офис? Да. Я взял полотенце, поджег его и бросил. А потом, потом закрыл дверь на замок, собрал вещи в машину отца и все. Теперь вы все знаете. Да. Все да не все. Что вам еще надо? Нам нужно узнать, кто поджег офис вашего отца. Я же вам говорю, это я. Это не вы. И уж тем более не вы. А кто тогда? Понимаете, ребята, офис был подожжен коктейлем Молотова. Об этом мог знать только настоящий поджигатель. А вы оба купились на эту уловку с полотенцем. Что? Ну да, я немного соврал. Старый, но действенный способ. Теперь вы нас отпускаете? Ну, теперь да. Вам-то еще к свадьбе готовятся к рождению малыша. Только берегите себя, ну. Спасибо, спасибо, спасибо вам большое. Слушайте, а можно я приглашу вас на нашу свадьбу? Ох, ну спасибо. Не вижу повода вам отказывать. Только я же не один, нас много. Ага, спасибо. Я буду тоже рад вас видеть всех. И вот что. Ты это, с боксом завязывай. Не твое это. Да, точно. Согласен. Но последнее соревнование и все. Просто я обещал отцу победить и хочу сдержать слово. Это правильно. Нас пригласили на свадьбу. Найдем поджигателя, пойдем. Что бы вы не поверите. Я теперь верю только в то, что можно доказать. Это понятно. Помните наркоманов, которых мы нашли в притоне Уштыря? Ну. В общем, следователь их допросил, услышал кое-что интересное и прислал нам это. А если я сдам кое-кого, дело стоящее, сожмуриком, ломбарщиком, мне это зачтется? Я назову имена тех, кто поджег ломбарщика. Говорят, он там окочурился. Это все, а имена? Вот, копии протоколов, там вся информация и про пожар тоже. Оказывается, они не знали, что Войтович находится внутри. Они просто подпалили офис в отместку за Штыря. Ой, случайности. Как я не люблю случайности. Серьезно? В итоге получается, что Войтович все-таки сам дошел до ванной. Пытался таким образом спастись от пожара. Да. Сергей забрал паспорт и деньги и закрыл дверь своим ключом. А Войтович, скорее всего, в этом дыму и пожаре, не смог найти свой ключ, чтобы открыть дверь. Да. Холодная ванна. Был единственный выход. Пожарные приехали быстро. Это могло сработать, если бы Войтович не потерял столько крови. Да. Прошу прощения. Алло, слушаю, Строгов. Сейчас буду. Но, как говорится, каждый получает то, что заслуживает. Спасибо за кофе. Как спарринг с черных? Да, неплохо. Слушай, прости, я сам не знаю, как так получилось. Да ладно, сам виноват. Раскрылся? Больно. Ну. У меня тоже костяшки до сих пор болят. Ну, так, конечно, что ты хотел. Удар, как у профессионального боксера. А, ничего бы. Так. Ты мне что, поддался? Да нет, ну что ты. Просто ты быстрый. Я неповоротливый. Больше? Не раскрывайся. Больше. Ха-ха-ха. О-о-о. Ха-ха-ха-ха Поехали, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Это под мелкокалиберный патрон. Надо отдать на экспертизу. Доброе утро! Доброе утро. Тело передвигали? Надо вовремя приходить. Теперь будешь довольствоваться фотографиями. А это похоже на самоубийство. Да, это похоже на самоубийство. Следового борьбы нет. В руке пистолет, выстрел в упал. Да. Только вот, конечно, место он выбрал странное. Тела осмотрели, записки не было. Вот как раз этим сейчас и занимаюсь. Молодец. Есть. Пожалуйста. Благодарю. Это мое решение. Никто на меня не давил и не вынуждал. Коротко и ясно. Да. Все ясно. Только вот одно непонятное. Что заставило молодого человека выстрелить себе в сердце? Проходите. Вот. Ящик Дорохова. Ключей, к сожалению, у меня нет. Ну, если надо, можете ломать. Ломать не надо. Ничего. Можно и так. Кстати, какие отношения были у Дорохова с коллективом? Дорохов работает недавно, с марта месяца. И у него с самого начала с коллективом не заладилось. Это точно. Ну, это шутка. А это тоже шутка? Ну, да. Иногда шутили. Грубовато. А как он реагировал на вот эти шутки? Ну, по-разному. Однажды кинулся на Маслова с кулаками. Но кто ж знал, что он так принимает все близко к сердцу? Вы могли бы знать, вы же начальник его. Поверьте, если бы я знал, что Дорохов способен лишить себя жизни, я бы все сделал, чтобы этого не произошло. так, что можешь сообщить по существу на данный момент? Причина смерти огнестрельное ранение в левую и верхнюю часть груди. Что, стреляли в упор? Да, на одежде есть следы пороха. А что еще? На теле обнаружены ссадины и синяки приблизительно двухнедельной давности. а внизу на штанине и брюк пятно мазута. Странно. Что ты нашла? На губах следы губной помады и тонального крема. Выходит, незадолго до самоубийства он был с какой-то женщиной? Действительно странно. Дорохов был замкнут и необщительным, а особо ни с кем не сближался. Чего это так? А я почем знаю. Держал с особняком, в торжествах бригады не участвовал. А может потому, что он не пил? Не пил. Все люди как люди, а он сядет в книгу, уткнется и читает. А вас это раздражало, я так понимаю. Поэтому вы решили сделать из него посмешище? Ну что вы, ну пошутили пару раз. Из-за шуток на людей не бросаются. Скажите, пожалуйста, господин Маслов, что произошло между вами и Дороховым? Ну подрались немного. Я защищался. Я видел и могу подтвердить. Набросился на Серегу ни с того ни с сего. Это же надо было, как вывести человека, чтоб на вас набросился. Да. Я к майору, помогу ему. Скажите, а вы что, действительно считаете, что самоубийство и ваши шутки никак не связаны? Не знаю. Может и перегнули. Но кто мог знать, что он такой чувствительный? Нашей вины в этом нет. Что вы можете сказать о Дорохове? Дорохов? Что я мог сказать о Дорохове? Ответственный, добросовестный. А вы знали, что у него были конфликты с коллегами? Догадывался. Дорохов отклынивал от работы. Постоянно брал больничный. Вот. Полюбуйтесь. Вы знаете, я думаю, что дело не в больничном. Что вы от нас скрываете? Дорохов написал докладную на Маслова. А у нас в коллективе, простите, вот это вот не приветствуется. А по поводу чего докладная? Якобы Дорохов видел, как Маслов рылся в багаже пассажира. А это подтвердилось? Ну что вы, мы сами во всем разобрались. Маслов объяснил, что он уронил чемодан. И тот открылся открылся. Просто уронил, и он случайно открылся. Такое, к сожалению, бывает. Маслова мы наказали персонально, но и из бригады сняли премию. хотел бы увидеть докладную Дорохова. Да, конечно. Докладная Дорохова, пожалуйста. Объяснительная Маслова, пожалуйста. Пояснительная Орлова, Пожалуйста. Дорохов докладную написал двадцать пятого, а двадцать шестого взял больничный, да? Да. Да. Печать врача разборчивая. Нужно нанести визит. Присаживайтесь. Спасибо. Дорохов, я его помню без фотографии. Интересный пациент. А чем он так запомнился? На теле следы избиения, а он категорически это отрицает. Поверьте, я могу отличить побои от падения. Но в справке вы написали травму, полученную в результате падения. А что я еще должна была написать, если пациент настаивает, что упал? А сколько раз он к вам обращался? Два раза. И оба раза с побоями? Да. Все удары были по корпусу и били жестко, я бы даже сказала основательно. Значит, ссора с Масловым имела продолжения. Что по Маслову? Сергей Маслов задерживался за хулиганство. Что именно? Драка нанесения телесных повреждений средней тяжести. Так, сколько дали? В связи с отсутствием отягчающих обстоятельств и ходатайством спортивного клуба дали условно. Так, Маслов бывший спортсмен? Да, боксер. Ничего себе. нам нужно задать вам пару вопросов. Задавайте. Где вы так сбили костяшки на руках? Работаю я руками, если вы не заметили. Ну, вы работаете в перчатках. А к чему вы ведете? А к тому, что нам известно, что вы избивали Дорохова. Да не избивал я Дорохова, он первый на меня напал. Знаете, мы о другом случае вообще-то. Мы узнаем правду, но лучше ее услышать от вас. Это из-за докладной? Да. Мне стало обидно, что он меня в воровстве обвинил. Вот я и сорвался. Но мы с ним потом поговорили и все уладили. А в тот вечер вы разговаривали с ним? Нет. Я после смены с мужиками сразу в бар пошел. Вся бригада может это подтвердить. А вы что думаете? Он из-за меня застрелился? Отпечатки на пистолете принадлежат Дорохову. Выстрел был произведен с близкого расстояния. Об этом свидетельствуют частицы пороха. Да. Оружие. Стартовый пистолет, который переделали под мелкий калибр. По нашим базам не проходит. А что по предсмертной записке? Записку написал Дорохов. Ну вот. Но есть одно но. Что еще за но? Я провела экспертизу чернил. Предсмертную записку Дорохова написали две недели назад. Странно. Более того, записка не помята. И на обратной ее стороне есть частицы краски. Записку хранили среди документов. Края в этой бумаге неровные. Да. Возможно, фразу буквально вырвали из контекста. Но какого-то текста, который написал Дорохов. И подбросили записку, чтобы все выглядело как самоубийство. Вполне возможно. Что мы имеем? Ну что, мы имеем странную записку, неизвестную девушку, ну и физическое и психологическое давление со стороны коллектива. И довольно странное место самоубийства. Пока у нас есть вопросы, у нас нет оснований считать это самоубийством. Дай сюда. Дорохов. Не женат. Образование высшее. Жил один. Любитель фотограф продает фотографии через интернет. Ничего криминального. Хорошо. Сбрось его адрес с оперативником. Может найдут у него в квартире что-нибудь очень интересное. Слушай, почему когда пятый этаж и не работает лифт, иду я, а майоров отстеживается в машине? А потому что физическая нагрузка, она... Вот если сейчас скажешь, полезна для здоровья и для фигуры, я тебя выброшу из окна, ясно? Хорошо. А в следующий раз, если хочешь, конечно, майоров пойдет с тобой, а я останусь в машине. Очень островно. Это его пассия? Красивая. у него был дорогой фотоаппарат. Фотографии сделаны издалека и с хорошим объективом. Слушай, а вот эти фотографии куда интереснее. Опа! А вот это грузчики Маслов и Орлов раскрывают чемоданы пассажиров. Маслов открывает сумку, Дорохов был прав. Грузчики действительно занимались воровством. с такими доказательствами он свободно мог их засадить в тюрьму. Если Маслов знал про фотографии, то вполне мог убить. Маслов знал об этом. А это уже мотив. Однозначно. Я все уже рассказал вашим коллегам. Зачем я здесь? А вы посмотрите фотографии. очень интересно и занимательно. Неужели все из-за них? Что все? Хорошо, давайте-ка я вам объясню. Дорохов вас выследил, вы об этом узнали, стали угрожать, потом избили. Но когда не помогло, инсценировали самоубийство. не докажете. Да, вы правы, доказать будет нелегко, но мы обязательно найдем улики. Да не докажете, потому что я не убивал Дорохова. Можно сигарету? Здесь не курят. да, я знал, что он сделал эти снимки и грозился их показать. Ну вот и пришлось припугнуть. Избили? Да, фотоаппарат разбил, когда не помогло, пришлось договариваться. Странная последовательность. Сначала избили, а потом решили договариваться. Ну, может и странно, но только мы с Дороховым договорились. Я компенсировал ему за разбитый фотоаппарат, а он забывает про снимки и спокойно дорабатывает. А Дорохов собирался уволиться? Да, он говорил, что нашел работу крутую за рубежом, а там, ну, без фотоаппарата ему никак. Вот и согласился на деньги. Кто об этом знал еще? Никто. Только я и Орлов. Кто бы мог подумать, что Маслов и Орлов на такое способны. А Дорохов он не говорил? Без фотографий это звучало как клевета. А вы что, как будто не замечали? Ну, как здесь за всем этим и следишь? Если бы знал, обязательно отреагировал. Дорохов, Дорохов, покажи мне эти фотографии и все было по-другому. Вы извините, но мне ехать надо. Есть еще один вопрос. Да. Вот на фотографии Маслов и Орлов. Как вы думаете, кто из них инициатор кражи? Ну, давайте подумать. Маслов немножко тугодум, а вот Орлов, Орлов сообразительный малый. Хорошо, спасибо. Это вам огромное спасибо. Если появятся вопросы, готов помочь. я проверил банковские счета, покупки. Грузчики явно живут не на зарплату. Вероятно, воровством промышляет вся бригада. А что по поводу Орлова? У него квартира, дача, недавно купил новый автомобиль. Дача, квартира, недавно приобрели машину. Хорошая? Неплохая. И как вам это удается? Зарплата вроде бы обычная. А я экономный. А вот это, я так понимаю, доказательства и объяснения вашей экономии. Ну и показания вашего приятеля Маслова. Хотя меня, конечно, больше интересует убийство Дорохова. В смысле убийство? Фотографии доказывают, что Дорохов знал о кражах и потому представлял для вас угрозу. Нет Дорохова, нет угрозы. Ладно, закрывали мы чемоданы. Но к смерти Дорохова это отношение не имеет. У нас даже мыслях такого не было. А издевательства и избиения это так? Поднять настроение? Да мы просто хотели, чтобы он уволился и все. Что произошло в тот вечер? Да ничего особенного. Как обычно, закончили смену и пошли с мужиками в бар. А Дорохов? Он с нами не ходит. Я видел его в машине, когда мы уходили, сидел в костюме при галстуке, ждал кого-то. Почему вы решили, что ждал? Что еще? Я же говорил, в костюме при галстуке. Букет ромашек лежал на заднем сиденье. Вы вышли через проходной? Да. Ты ведь от проходной до стоянки приличное расстояние. Как вы могли видеть, букет ромашек на заднем сиденье. Зачем вы подходили к Дорохову? О чем говорили? Мы с ним не говорили. Он меня не видел. Поясните. Я хотел пошутить. Подкрался и насыпал в бензобак немного песка. И что, Дорохов вас не видел? Он был на взводе. Постукивал по рулю, в машине музыка играла. Я насыпал песка и ушел. Так, ради шутки. марку и номер машины. Машины нет. Так, может быть, ее вообще здесь не было? Зачем Орлову врать? за тем, что если машина была здесь, значит, Орлов и компания ушел, когда Дорохов был жив. А это алиби. Огромник подтвердил. Машина была. Всю смену она стояла на стоянке и отъехала около полуночи. Кто за рулем был? Мужчина в костюме. Дорохов. Выехать на машине для того, чтобы потом вернуться пешком и получить в сердце пулю. Не вяжется. Надо искать машину Дорохова. Еще кофе? Нет, хватит. Ну что, есть информация по машине Дорохова? Нет. Я просмотрел все записи с ближайших к аэропорту дорожных камер. Ее нигде нет. Получается, машина Дорохова просто не въезжала в город. Ну, это логично. Почему? Орлов же, говорил, что насыпал в бензобак песок. Да, точно. На такой машине далеко не уедешь. Нужно искать рядом с аэропортом. И не обязательно на стоянке. Машина может быть брошена где-то на обочине. Хорошо, я сообщу оперативникам. если тебе надо помощь, ты только скажи. Конечно. Если нужно будет что-то сломать, я обязательно попрошу. предварительный осмотр машины. Шкода Фабия, серый антрофей. Ключи остались в замке зажигания. фотоаппарат. Он новый, послов не брал. Фотоаппарат на переднем сидении. Букет цветов. Букет ромашек на заднем сидении. Ребята, вы должны это видеть. Смотри. Черт возьми. Ребята! В автомобиле нашли тело Светланы Лисицыной. 27 лет. Не замужем, детей нет. Место работы аэропорт, багажное отделение. Работала в одной смене с Дороховым. В машине Дорохова найден фотоаппарат. В фотоаппарате фотография убитой девушки. Причина смерти. Девушку задушили. На шее есть характерные следы пальцев, а также на теле есть ссадины. Девушка сопротивлялась? Скорее всего, да. Изнасилование? Нет. Что еще? Губная помада и крем, которыми пользовалась Светлана, идентичны тем, что мы нашли на руках и губах Дорохова. Значит, тут вечером они были вместе. Получается, Дорохов дождался Светлану, предложил подвезти. По дороге машина заглохла. Дорохов стал помогать Светлану. Светлана отказала, он сорвался и задушил. Задушил, потом фотографировал? Да. Странная получается, картина. Есть еще одна странность. Трещина на репре и кровоподтек от пуговицы на груди. Ну, а что? Девушка сопротивляла что-то странное. Такие травмы, характерные при проведении искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. ты хочешь сказать, что девушку пытались реанимировать? Да, я в этом уверена. Задушил, одумался и решил реанимировать. Ну, я думаю, физически это сделать в машине невозможно. Ее убили где-то в другом месте. А где? Одежда и обувь чистая. А значит, ее убили где-то в помещении. Так, ну, если Дорохов убил Светлану, то кто убил самого Дорохова? Получается, есть еще некто третий, о котором мы не знаем. Когда вы видели ее в последний раз? Я видел Лисицыну сразу после смены. Но она заходила, чтобы уволиться. Уволиться? Да. Она написала заявление. Я подписала, и она ушла. Господи, горе-то какое. Жалко девушку. Скажите, какие отношения были между Светланой и Дороховым? Она его не замечала. А он, знаете, Дорохов рядом с ней как-то рабел. Бросал многозначительные взгляды. Хорошо. А у Светланы были с кем-то отношения из сослуживцев, вы не знаете? Я думаю, что не было. Нам нужно осмотреть кабинет Светланы. Пожалуйста, по коридору и направо. Да. Судя по всему, Светлана любила порядок. Тут у нее все чисто и аккуратно. Поверь мне, для девушки это абсолютно нормально. иди сюда. Однако, известные недешевые марки. Светлана знала толк в косметике. Я так смотрю, что не только в косметике. Итак, золотая цепочка с кулоном. Вес, дата изготовления. она ее купила совсем недавно. Так, нужно отдать на экспертизу, может быть, это почерк Дорохова. Я тебе без экспертизы скажу, что это не его. Когда у нас день Валентина? А он здесь еще не работал. Итак, у нас три важных факта. Первое, у нее здесь есть поклонник. Второе, она могла позволить тебе дорогие покупки. и третье. И третье, она не уходила с работы, потому что, если бы ушла, взяла с собой косметичку и сумку. Значит, ты тоже думаешь, что ее повезли отсюда насильно? Да, или уже мертвая. О как, ноутбук Светланы Лисицыной включали уже после смерти. Можно сказать, что искали? Пока неизвестно, всю информацию стерли, потребуется время. Пока что мне удалось только восстановить электронную почту. Есть что-то интересное? Я нашел переписку с Дороховым. О чем письма? Короткие, сугубо деловые. А вот, он ей какие-то фотографии переслал. Какие? Стерли фотографии. Остались только имена файлов. Хорошо, а данные по последним звонкам с номера Светланы есть? Да, перед смертью Светлана звонила некой Ольги Муровой. Кто такая? Коллеги по работе. Тоже работают в багажном отделе. Да, Светлана не звонила поздно вечером. А зачем она вам звонила? Как обычно, просила подменить ее. Вы говорите, как обычно, она часто это делала? Как по мне, то часто. И что, вы соглашались? А почему не соглашаться? Зарплаты у нас небольшие, богатого любовника у меня нет. А у Светланы что, был поклонник? А вы шмотки ее видели? Косметику. На зарплату такое не купишь. А может быть, кто-то из сотрудников ухаживал за ней, например, Дорохов? Дорохов? Да не смешите меня. А почему? Он был в нее влюблен. А вы знаете, что она говорила про Дорохова? Я слишком дорога для него. В смысле, дорогая, не по карману. Но она принимала знаки внимания от Дорохова. Принимала. Дорохов человек был неплохой, в последнее время. Они стали больше общаться. В подсобке я их застукала. Ага, хорошо. А что, вы слышали, о чем они разговаривали? Больно надо. Да и о чем они, собственно, могли там шептаться. Ну, тогда почему в подсобке? Ясно почему, чтобы их не застукал. Кто? От кого они скрывались? От Краско. Строгий начальник. Угу. И не только начальник. Что, Светлана и Краско были любовниками? Вот заключение экспертизы. Почерк, которым была сделана надпись на Валентинке в виде сердечка, принадлежит Краско ОВГ. То есть вам. Обычный знак внимания. Допустим. Отпечатки пальцев, найденные в квартире Светланы Лисицыной, тоже принадлежат Краско ОВГ. Этого не может быть. Но мы стереть все отпечатки в квартире практически невозможно. Особенно, если вы посещаете эту квартиру неоднократно. Я холост. Она свободна. Не вижу ничего незаконного в наших отношениях. Ну, если бы Светлана была жива. Да, да, у нас были отношения. Ну, я дарил ей подарки, бывал у нее дома. И тщательно это от нас скрыл. А потому что боялся. Чего? А вот этого. И огласки. Я подумал, ну, зачем об этом говорить? Но я не виноват в ее смерти. А вы вспомните, может быть, вы еще что-нибудь от нас скрыли? Нет, все скрывать больше нечего. Словно камень с души упал. Скажите, пожалуйста, вы знаете, почему Светлана задержалась в тракте? Нет. Она говорила, что пойдет домой. Я подписал заявление, и она ушла. А что вы делали потом? Ну, как обычно, закончил дела. Собрался, закрыл кабинет и ушел. Светлану больше не видел. А Дорохова? Нет. Грущикова увидел, они проходили мимо кабинета. Ну, громко смеялись, в бар хотели зайти. Скажите, а кто-нибудь из них мог желать смерти Светлане? Не знаю, нет. Постойте, может, Дорохов? Вы знаете, он в последнее время был на взводе. Ну, как говорится, от любви до ненависти один шаг. А что, если Дорохов узнал о ваших отношениях со Светланой? Вы думаете, что он из-за ревности ее убил? Ну, может быть, может быть. Ну, а кто же убил самого Дорохова? Ну, как же, он же сам застрелился. Мы проверяем все варианты. А, понимаю, понимаю. но желающих достаточно. Маслов, например, вы его проверите. Обязательно проверим. Мы всех проверяем. Что, и меня? Ну, такая работа. Ага. После работы я заехал в магазин. В автозаправке. Это легко проверить. Я расплачивался кредитной картой. Краскод действительно был в магазине. Расплачивался кредитной картой. А что с его компьютером? Вот в данный момент я этим занимаюсь. Слушай, он не догадается, что ты был в его компьютере? Даже если заметят, к тому времени я уже скопирую всю информацию. Документы, несколько файлов удалили совсем недавно. Попробую их восстановить. Есть. Что это? Письма. Письма, которые Коско уничтожил. Электронный адрес зашифрован и без подписи. Письма с угрозами и требованиями? Краско шантажировали. Да, неоднократно. Интересно. Что же ты такое натворил, гражданин Краско? Смотри. К одному письму прикреплены фотографии. В кражах участвовали не только грузчики, но и сам Краско. Да, но есть еще сюрприз. Какой? имена файлов соответствуют тем, которые Дорохов переслал Светлане. Судя по снимкам, их сделал Дорохов. Так, получается, Дорохов делает разоблачающие снимки, передает их Светлане, а Светлана шантажирует Краско. Судя по письмам, Краско несколько раз платила, но каждый раз Лисицына требовала все больше и больше денег. В таком случае у Краско был мотив убить их двоих. И Дорохова, и Светлана. Мы знаем о кражах и знаем, что Краско принимал в них участие. Ну, если вы все знаете, что вам тогда от меня нужно? Мы подозреваем Краско в убийстве. Краско? Да быть этого не может. Какой смысл ему убивать Дорохова? Нет, не верю. Маслов, Маслов, а вот Краско о вас совершенно другого мнения. Я его спросил, кто, по его мнению, мог убить Дорохова. И знаете, что он мне ответил? Он сказал, что это вы, Маслов. Вы ну, почему я? Потому что Краско вас подставляет. Он понимает, что вы идеальный кандидат на убийцу. Козел отпущения. Ну, можно и так сказать. Вы думаете, Светку тоже он убил? А ее-то за что? Светлана знала о кражах. Знала, что Краско участвовала в них. Но Краско не участвовала в них. так ведь фотографии же есть. Краско руководил. Он говорил, что брать, когда брать. Потом где-то все это продавал, а нам отдавал часть денег. Понятно. Ну, а что вы, Маслов, готовы дать письменные показания? Да. Готов. господин Краско, выйдите из машины? Пожалуйста, заглушите двигатель и выйдите из машины. выходите, без глупостей. Ну, зачем? Вы же знали, что здесь нет выезда. Нервы сдали. Я испугался. Я знаю, зачем. да, вы хотели избавиться от сумки? Это не моя, я впервые ее вижу. Отпечатки пальцев покажут. золото, деньги, документы. Ну вот, мы встретились снова. Надеюсь, в этот раз разговор будет конкретный и по существу. Присаживайтесь. Ну, смотря о чем. дом. Так, вот эти фотографии подтверждают вашу причастность к кражу. а это показания Маслова, где он подробно описывает вашу роль в организации краж. У вас будет время с этим ознакомиться. Может быть, вы хотите что-нибудь добавить от себя? Нет, нет, вы и так все знаете. Оправдываться не буду. Прекрасно. Но больше краж не интересует смерть Светланы Лисицыной и гибель Дорохова. Простите, а при чем здесь ее? Ну, как при чем? Светлана же вас шантажировала? Вот распечатка электронной переписки вашей со Светланой. А это собственно сам предмет шантажа. Нашему эксперту удалось восстановить и фотографии и переписку. Светлана в тот вечер приходила к вам не случайно. Ей нужны были деньги. Много она просила. Вы ее из-за этого убили. Да, это Дорьян меня шантажировала. И сначала я не знал даже, кому плачу. И что изменилось потом? А я узнал, кто меня шантажирует. В ее ноутбуке я увидел адрес электронной почты. С него мне посылали письма. И вы, конечно же, решили. Нет человека, нет проблемы. Нет. Я ее не убивал. А зачем? Ей нужны были деньги. И я решил откупиться. Она согласилась? Да. Пришла. Взяла деньги. И написала заявление об увольнении. А что было потом? Ничего. Она ушла. С деньгами? Да. Взяла деньги и ушла. Ну, минут через пять ушел я. Я говорю правда. Так оно и было. Я не понимаю. Что это? Это экспертиза. Заключение эксперта. О том, что Светлану пытались реанимировать. Дорохов вошел в кабинет, увидел Светлану, тут же бросился делать ей искусственное дыхание. В этот момент подошли вы и выстрелили ему прямо в грудь. Подождите, но уже застрелился пистолет, записка. Да, записка была написана за две недели до этого и хранилась. среди документов в вашей папке. Но это ничего не доказывает. Вы вырвали строчки из докладной Дорохова и хранили их у себя. Это ваша фантазия. Это факты. И это еще не все. Вот фотографии Светланы. Их сделал Дорохов в тот самый день. А вот та же фотография только увеличена. Обратите внимание, здесь на Светлане золотая цепочка с кулоном. А именно эта цепочка была найдена у вас в сумке. А вот фотографии тела Светланы в багажнике автомобиля. Их сделал убийца. Простите, мне что, обязательно это надо смотреть? Это та же фотография, только увеличенная. Посмотрите на отражение. Фотоаппарат, рука и узнаете перстень на пальце. Это вы убили Светлану. Положили ее тело в багажник, а потом сделали эти снимки. Да, и о букете ромашек вы тоже знали, потому что видели их в машине. Вы, конечно, можете молчать, но поверьте мне, что всего этого будет более чем достаточно, чтобы предъявить вам обвинение. Что со мной будет? это, конечно, решит суд, но мой вам совет напишите признание. Ну, что он надеялся? Думаю, он хотел спрятать тело Светланы. С работы она уволилась, я бы никто не искал. А без шантажа и Светланы никто бы не заподозрил Краскова в убийстве Дорохова. Его расчет был прост. Мы или должны были поверить в самоубийство Дорохова, или выйти на Маслова. А Краскова остается в стороне. Да, шутка грузчика спутала все его планы. Он вынужден был бросить автомобиль, начал импровизировать, запаниковал, заволновался. Вы про фотографии тела Светланы? Да, уж больно сильно он хотел выставить Дорохова убийцей извращенцем. Но сделал ошибку, не заметил отражения. Он хотел выставить Дорохова убийца, который застрелился из-за угрызений совести. Да, хоть на самом деле Дорохов был хороший порядочный парень. Вы думаете, Дорохов не знал про шантаж? Светлана догадывалась, что Красков участвует в кражах. Вот и попросила улюбленного в себя Дорохова сделать пару снимков. И тот согласился. Он не подозревал, что Светлана задумала шантажировать Красков. Да, он ждал ее с цветами и ни о чем не догадывался. То есть, когда Дорохов получил СМС от Красков, даже подумать не мог, что это была ловушка. Он любил ее. Неужели Красков к этому заблаговременно готовился? Записка, пистолет, время встречи. Он убедил Светлану, что будет платить и уговорил написать заявление. Я думаю, что Красков все заблаговременно спланировал. Спланировал лишить жизни двух людей. Иногда жаль, что смертную казнь отменили. Так, не наше это дело судить. Наша работа раскрывать преступления. И делаем мы это неплохо. КОНЕЦ